Я вам расскажу про самую главную молекулу во всей биологии и во всей жизни, а именно про ДНК. Про то, как открыта была ДНК, про то, как она устроена, что на ней написано и как вообще устроена наследственная информация в клетке, что она и закодирует. Давайте сначала поговорим чуть-чуть про то, как была открыта ДНК. Открыл ее само вещество, нуклеин, выделил впервые Ридрих Миша, ученый, который работал в Тюбинге в Невгермании, и он выделил ее из лейкоцитов. Он хотел узнать химический состав клетки, изучал, соответственно, решил изучать химический состав клеток лейкоцитов, попросил в госпитале ему привозить гнойные повязки, где можно найти много лейкоцитов, гноя больных, которые всякие вольны были в те времена, и он просил, чтобы ему привозили повязки с гноем, из них выделял клетки, и из этого гноя дальше выделял разные вещества. Он уже известно, что в клетках много белков, в основном он пытался выделить белки, но вместе с кулками у него все время выделялось какое-то таинственное вещество, про которое тогда еще никто не знал, что это такое. Он назвал это вещество нуклеин и понял, что это вещество находится в язве клеток. Значит, дальше он придумал способ очистки этого вещества, чтобы вещество это отделить от белков. Но очень долго, как видите, это было еще в конце 19 века, очень долго никто не знал, зачем это вещество нужно. Одновременно с этим были открыты хромосомы примерно в те же и в то же время. Значит, были выделены отдельные хромосомы, в ядрах было показано, что при делении эти хромосомы расходятся, было показано, что в разных организмах есть разное количество хромосом, и при этом у каждого вида определенное количество хромосом, и было показано, что в половых клетках хромосомы в два раза меньше, чем во остальных, во всех клетках организма. Исходя из этого, такой ученый Абдук Квейсман предположил, что наследственная информация содержится как раз в хромосомах, потому что именно хромосомы расходятся при делении клетки под двум новым клеткам. И кроме того, он выглядел теорию обеспечивающей зародышевой плазмы. Что это значит? Значит, что хрометы, то есть влияние, они сливаются, дают многоклеточный организм, в котором есть много-много разных типов клеток, но все эти клетки гибнут, когда умирает организм, а остаются единственными, кто переходит к следующему организму, это, собственно, новые гометы, все клетки, из которых образуются новые гометы уже вот этого организма. То есть гометы в каком-то смысле бессмертны. Они от этого организма через многоклеточную стадию переходят дальше к следующему организму, и к следующему организму из его клеток опять образуются гометы, и из этих гомет следующий организм. Все клетки, кроме гомет, гибнут, когда умирает организм, а вот гометы передают свою наследственную информацию следующему организму. И он же предположил, что в хромосомах находится ген, то есть наследственная информация, что хромосомы – это значительная клетка. Теодор Бавери показал, что это действительно так. Он работал на клетках морского ежа, на яйцеклетках, и он мог прямо делать такие эксперименты. Часть хромосом вытаскивал из клетки и показал, что при этом клетка не может нормально, из нее не развивается нормальный эмбрион, из нее она после этого гибнет, она немножко еще может поделиться, но потом все равно гибнет, в конце концов. Значит, таким образом он показал, что для того, чтобы клетка могла нормально развиваться, необходимо, чтобы у нее были все хромосомы в ней. Еще он показал, что при делении клеток аскориды, такого червяка, часть хромосом, часть генетического инфанакции убирается из клеток. И в зависимости от того, какие хромосомы из клеток убираются, получаются разные клетки у аскоридов. На самом деле такой механизм разделения клеток на разные типы очень редкий, у других организмов такого нет. У нас с вами все хромосомы, все клетки содержат одинаковую генетическую информацию. Потом, в начале XX века было показано, что хромосомы определяют полоагонизма. Вот одновременно Эдмунд Эмлиссона на губничке и Несси Стивенс показала это на человеке. Было замечено, что, например, у гратофилы у женской особи есть две одинаковые хромосомы, X хромосомы, а у мужской особи есть одна хромосома X, а вторая хромосома Y, маленькая. Соответственно, если у нас две одинаковые хромосомы, то такой организм будет самцом. Так выглядит. Точно так же поло определяется и у человека. Вот так вот выглядит женская мужская хромосома человека. Соответственно, у девочки будет две вот такие вот хромосомы, две одинаковые. А вот здесь показывают хромосомный набор мальчика. У него одна хромосома Х, а одна ИГ. Из этого можно понять, почему мальчиков и девочек рождаются всегда по ровну. Когда у нас две клетки, у девочки всегда их два Х, а у мальчика ХВ. Когда образуются гометы, в гометы попадает только одна из хромосом, из этих двух хромосом. У девочек, соответственно, образуется, в лициклетах будет Х хромосома, а у мальчика образуются гометы, из которых одна Х будет, а вторая будет нести в себе У хромосома. Дальше, когда эти кометы сливаются, какие могут получиться сочетания Х Х? Если эти две сольются, получится Х Х, если эти две сольются, получится Х Х. Соответственно, примерно половина детей будет получаться девочками, примерно половина мальчиками. Что-то тут есть показано на следующей картинке. Но, хотя хромосомы уже были открыты, Следующий человек, который с ними работал, это Томас Ген Мордон, который показал на дрозофиля путем скрещивания разных линий дрозофил с разными признаками. Он показал, что гены действительно находятся в хромосомах. И последовательность генов хромосомах линейная, то есть гены идут один за другим. Было тогда непонятно еще, насколько... Может, они там просто все перемешаны как-нибудь. А он показал, что гены расположены один за другим хромосомом. Наш выдающийся соотечественник в конце 20-х годах Выставил такие предположения, что гены... Во-первых, это иностранство информации расшифрованных молекулам, Потому что было непонятно, что именно в хромосомах являются генами. Вещество какое-то, молекулы какие-то? Или, может быть, это какие-то, не знаю, волновые свойства. Вот, значит, кольцом предположу, что гены — это, собственно говоря, молекулы. Дальше он предположил, что ген должен быть устроен как полимер. Что такое полимер? Это длинная-длинная молекула, состоящая из повторяющихся участков. Повторяющихся или сходных, или одинаковых участков. Как, предположим, у вас есть четыре типа бусин, И вы нависываете из этих бусин делать длинную цепочку бусин. Тогда у вас получится как бы бусинный полимер. Много-много бусин, но все эти бусины только четырех типов. Они повторяются. Дальше он предположил, что гены должны при делении клетки копироваться по матричному принципу. То есть старые гены должны определять, что по матрице как бы старых генов должна клетка уметь синтезировать новые гены, которые перейдут в дочернюю клетку. Но он считал, что наследственным веществом являются белки. Потому что про белки тогда было много уже известно. Было известно, что они достаточно сложно устроены, чтобы, в принципе, они могли донести какую-то информацию. И очень долго считалось, что наследственное вещество – это белок. Где-то в середине только 20-го века, ну, в 30-х годах, Фредери Гриффит и сделал такие эксперименты, очень знаменитые, на пневмококах. Что такое пневмококи? Пневмококи – это бактерии, которые вызывают воспаление легких, пневмонию. Значит, что он сделал? В пневмококке бывают двух видов. Одни – те, которые, собственно, называют воспаление легких. Они устроены так. Вот эти две бактерии вместе окружены капсулой. А вот это бактерии. И такие пневмококи – бирулентные, как они называются. Они вызывают воспаление легких. Если этих пневмококов вколоть мышь, предположим, если этих пневмококов ввести в мышь, то такая мышь – болезнь с болезнью легких умолю. Но Гриффит обнаружил, что есть другие пневмококи, которые почему-то потеряли эту капсулу. У них – это просто бактерии, две бактерии, связанные друг с другом, но у них нет капсулы. И такие пневмококки – невирулентные. Если их вколоть мышь, то такая мышь – выживет. Она не заболеет воспалением легких, потому что ее иммунитет успешно справится с этими бактериями. Значит, если таких пневмококов вколоть мышь, то мышь – выживет. Что сделал, собственно, Гриффит? Он взял, сначала он просто убил вот этих вот бактерий пневмококов с капсулой. Он подогрел пневмококов с капсулой и таким образом их убил. Вколол их мыши. Как вы думаете, умерла она после, когда их вкололи мертвых пневмококов? Нет, нет. Нет, не умерла, с ней все было в порядке, она выжила. И это еще, собственно, ничего интересного в этом нет. Мышь осталась живой. То есть есть молони мертвых пневмококов. А вот дальше, собственно, то, что очень удивило Гриффита и привело, в конце концов, к открытию ДНК. Он взял и смешал, взял этих мертвых пневмококов убитых, убитое нагреванием пневмококов и смешал их с раствором живых пневмококов, но у которых не было капсулы в одной прогрессе, которые сами по себе мышь никакую не убивают. И дальше весь этот вместе раствор уколол мыши. Дал им там пожить чуть-чуть вместе. Как вы думаете, вот в данном случае мышь умерла или нет? Да. Ну, можно догадаться, потому что я спрашиваю, да, она умерла почему-то. Что произошло? Смотрите, вот эти вот живые, прискапсулы, сами по себе мышь не убивают. Вот эти тоже не убивают мышь сами по себе. А почему, когда мы их смешали, вдруг заболела пневмония? Есть предположения какие-нибудь? Ну, давай. Да, ладно. Значит, примерно это и так. Я не предположил вид, что почему вот эта мышь умерла. Потому что и в убитых нагреваниях пневмококов содержалась видимо генетическая информация о том, как делать капсулы. Это и так. Значит, когда мы смешали убитых нагреваниями живых, каким-то образом эта генетическая информация попала в живых пневмококов. Тут произошел перенос генетической информации. В виде чего эта генетическая информация перенесла? Гриф не знал. Он предположил, что это какое-то вещество, в котором сошифрована генетическая информация. Но какое вещество, он не знал. Он, скорее всего, думал, что это какие-то белки. Значит, а что это для вещество, которое перенес Грифинс уже? Следующие люди выяснили, вот эти вот люди, Эвери, Маклео, Демокарти. Это уже было в середине 20-го века, в 40-х, 50-х годах. Что они сделали? Что сделали? Эвери, Маклео, Демокарти. А как бы вы поступили? Как бы вы попытались определить, какое именно вещество является переносчиком генетической информации? Есть у кого-нибудь идея? Ну, давайте. Мы попытаться разобрать, так сказать, его по частям, таким способом. И, смотри, и взял в том, что с генетической информацией, то есть какое вещество, если бы ввести в... Извиняюсь, если бы это хорошо перемешать, то есть генетическая информация. Без капсулы, да? Гениально. Почти такой же умный, как Эвер. Значит, надо разделить действительно этих убитых нагреваний у генетической информации на отдельные составляющие, на разные отдельные вещества. Что он сделал? Он взял этих убитых генетической информации. И к 50-м годам уже было хорошо умели выделять различные фракции. Значит, отдельно выделил оттуда белки, отдельно выделил жиры, значит, выделил углеводы и выделил ДНК. Разделил на отдельные составляющие. И дальше каждую из этих составляющих смешал с живыми пневмококами без капсулы. Ну и в какой пробирке у него... Ну и, соответственно, подержал это некоторое время и вколол лучше получившийся раствор. Давайте, это будет первая, вторая, третья и четвертая. А по пробирке... Из какой пробирки надо было столкнуть расход, чтобы мышь умерла? Первая. Вот эти все пробирки, здесь мышь осталась жива, здесь тоже жива, а здесь... А вот это единственная пробирка, где мышь столкнула. Соответственно, он сделал вывод, что генетическую информацию переносит именно ДНК. ДНК наставила, научила делать капкулы вот этих вот неверленных бактерий. Но в те времена очень сильно у нее была уверенность в том, что все-таки генетическая информация переносит белки. Поэтому Эвери мало кто поверил, хотя он очень аккуратно это все сделал. Ему пришлось сделать еще один опыт, чтобы показать, что все-таки это действительно ДНК. Ему все говорили, что у вас, наверное, вот сюда в эту пробирку попали какие-то белки. Из-за этого у вас произошла информация. Как бы вы попытались доказать, что здесь нету белков точно? Ну это, наверное, сложный вопрос. Может быть, значит, сюда... Вы знаете, что такое пищеварительные ферменты? Да. Да? Каким образом можно очистить этот разбор от белков? Так, чтобы там точно не было белков, что надо добавить сюда? Мне кажется, проверить можно, ну, смешав с чем-нибудь, смешав с какой-нибудь культурой каких-то клеток... Нет? Не культурой как-нибудь. Вы за что хотите хотите сказать? Нет? Простите. Да. Нет. Нет? Можно добавить сюда пищеварительный фермент, который выведет от него все белки. Так он и сделал. Он добавил сюда пищеварительный фермент, который не разрушает белки. Так он и сделал. Он добавил сюда пищеварительный фермент протеаза, который расщепляет белки. И смешал еще раз тоже. Так как ДНК этот фермент не разрушает, то трансформация все равно произошла и все равно погибала в таком растворе. А белки эта протеаза должна была все уже разрушивать. Значит, ну здесь просто на слайде то же самое показываемое. Одновременно с опытами Эйли были еще произведены опыты Марта Чейса и Айзет Першин. Еще один опыт по доказательству, что наследственная информация переносится именно с помощью ДНК проводили. Этот опыт был на вирусах. Значит, есть такие вирусы бактериопаги. Они заражают бактерии. Вот так они выглядят, но он находится такой похожий. И устроены они... У них вот здесь вот в голове, внутри, снаружи то, что вы сейчас видите, это духовая картула, а внутри в голове у них находится ДНК. И вот они заражали бактерии вирусами и смотрели, что именно попадает внутрь бактерий, и что заставляет бактерии делать новые вирусы. То ли сюда попадает ДНК, то ли внутри бактерий попадают белки. И вот они показали, что внутрь бактерий попадает именно ДНК, и именно ДНК заставляет бактерии делать новые вирусные частицы. Я не буду подробно про этот опыт рассказывать. Сделали они это с помощью мечения радиоактивной метки. У них были помечены в радиоактивные метки либо белки, и тогда, внутри бактерий не попадала SAP S дорожные LtI?". А когда они мечели자를 вирус土iska ДНК, тогда у нихstellение моло Serling Soultica или биологическое número 1 Бเด 의�к fatto ío на у вас2015 году. И контактам них показывали ее, еще Emerge simplement. tormentbeit родrians и боли, как они стараются ДНК.